Да, здравствуйте. Сегодня было назначено заседание Тверского суда. Мы подали административный иск мэру Москвы. И, как и ожидаемо было, заседание не состоялось, судья якобы заболела. Однако за полчаса до заседания ее видели в коридорах суда. Она ходила, но вдруг она заболела. И, что характерно, представитель со стороны ответчика также не явился. У нас приехало много людей, человек 10 примерно на заседание, но оно, как и ожидаемо, не состоялось. И что происходит на стройке? На стройке? На стройке сегодня оживление. Как раз в тот момент, когда мы все уехали в суд, на стройке появилось оживление. Приехал ЧОП, опять передвигались заборчики. В заборчике, видимо, готовится прорыв, готовится какая-то провокация, может быть, въезд техники несогласованный. И это четко совпало с тем, что мы готовились к суду, естественно, много людей, все активисты. Собрались, уехали сегодня утром, и как раз в это время началась активность. Предмет иска. Это бездействие чиновника. То есть мы обратились к мэру Собянину еще летом с тем, чтобы вопрос нашей стройки был вынесен на комиссию, на ГЗК об обмене стройки. И мэр просто проигнорировал наше сообщение, нашу петицию, наше обращение. И в результате этого это не просто бездействие чиновника, это бездействие, которое повлекло очень серьезные события за собой. То есть если бы мэр отреагировал, ответил нам, как-то вмешался в ситуации, не было бы всего того, что происходит сейчас. Не было бы столкновений жителей ЧОПа, не было бы вот этих правонарушений, этой бойни не было бы здесь, на Мичеринском 30Б. Однако же вот в связи с бездействием мы имеем то, что мы имеем. Прилосуточные дежурства, столкновения и назад 90-е. А вы чё так переживаете? А чё переживаете тут так? Мы тут организовали импровизированный детский садик. Так как чиновники нам не строят детские сады, согласовывают исключительно дома-монстры, жители решили организовать вот такой вот детский садик. Обратите внимание, вот девочка реальная, все персонажи реальные, это невымышленные. Милана 3 годика, в детский садик в этом году не взяли. Вика ждёт место в детском саду 4 годика. Абсолютно все детки у нас в районе ждут очереди по несколько лет. Эта ситуация ненормальная. Когда квартал формировался и застраивался, было рассчитано всё по нормам. То есть на определённое количество застройки хватало мест в детском саду. И, соответственно, тот детский садик, который ещё сейчас не введён в строй, он как раз обеспечивает потребность всех уже построенных ныне домов. Соответственно, строительство нового дома, вот этого монстра на Мичуринском 30-Б, Винницких кварталов, 40-этажных высоток и прочих жилых комплексов, оно, естественно, очень портит социальную картину. Потому что детских садов, школ, поликлиник всего реально не хватает. А чиновники продолжают строить и строить. Поэтому мы с жителями придумываем какие-то интересные такие акции, привлекаем внимание для того, чтобы нас услышали, увидели и, наконец-то, начали с жителями считаться. Как говорит Владимир Владимирович Путин, у нас все жители на сегодняшний день смотрят послания президента, интервью президента. Какие правильные вещи говорится! Всё правильно! Но только в Москве, вот он, центр нашей страны, вот она, Москва. Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Ну как так? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется? Почему у нас здесь всё, что говорит президент, мэром города Москвы не выполняется?